Садоводы и огородники Сколько сейчас у вас сортов в ассортименте? В ассортименте агрофирмы Сидекс выше 3000 сортов и номинований. Если считать по пакетам, то еще гораздо больше, потому что есть пакеты вот такие цветные, есть пакеты простые белые. Чтобы был выбор более дорогого и более дешевого товара, чтобы огородник мог выбрать, что по ему вкусу, что по его кошельку лучше. То есть получается, что вы удовлетворяете потребностям любой категории населения вне зависимости от доходов человека. Потому что кто-то может потратить на какие-то элитные семена, энную сумму, а кому-то хочется сэкономить, но тем не менее собрать очень богатый урожай. Нет, мы удовлетворяем, естественно, любые потребности, любые культуры, любые цветы, любые овощи. В нашем ассортименте самый широкий список всех номинований. А так как мы являемся производителями непосредственно, то и наши цены, в общем-то, весьма нормальны. И любому садоводу и огороднику они впадли по плечу. Но если хочет он подешевле, то, конечно, белый пакет, он лучше, нежели чем цветной. Сергей Владимирович, я думаю, что, наверное, нужно объяснить нашей аудитории, что происходит с семенами. До того, как они попадают в эти пакетики, неважно, белые или цветные, какая у них история, что с ними происходит, как вы справляетесь с таким огромным ассортиментом? Надя, этот вопрос очень интересный, он очень важный, поэтому я хотел бы на этом вопросе остановиться особенно, потому что он очень важный. И для многих огородников, ну, возможно, я сейчас раскрою какие-то новые истины, которые они еще не знали, но я постараюсь, которые и до них донести, в общем-то, все самое интересное, что касается этой темы. Во-первых, хотел бы сказать, вот сейчас подходит огородный сезон. Наверняка телевидение, центральные каналы будут показывать массу передач о семенах и так далее. И у нас последнее в моде время стало в моде на каналах какие-то страшилки. Ужасно любят людей пугать. Вот это плохо, это плохо, это не покупайте, это там, ну, такое, ведутся какие-то расследования по телевидению. И стараются людей всячески напугать, что все плохо. Говорят, это дает рейтинги. Народ почему-то не любит все хорошее, он любит все плохое, понимаете? Пощекотать нервы. Пощекотать нервы, совершенно верно. В этом году мы даже столкнулись с подобным маразмом, просто я по-другому сказать не могу, ну, просто ужас какой-то. Ну, мы обратили внимание, что, например, осенью и в начале зимы вдруг семена для наших оптовиков стали продаваться гораздо хуже, нежели чем они продавались обычно. Мы начали расследовать этот вопрос. С чем же это связано? Потому что глобальных причин я для этого не видел. Я для этих целей объездил наших крупных оптовиков в разных регионах России. У нас в любом уголке России, в любой деревне фактически имеются какие-то свои продавцы. Я разговаривал с крупными продавцами, и когда они мне сказали настоящую историю, я был поражен. Много у нас в этом году жужжали, по-другому я сказать не могу, про конец света. На всех каналах телевидения конец света 21 декабря, 21 декабря, 21 декабря. Народ до такой степени уверовал в это, но для меня это было странно. Я захожу к оптовикам, он говорит, вы знаете, не нужны людям семена, все покупают свечи, все покупают спички, покупают крупы и так далее. Я приезжаю в Казань, в Екатеринбург, там свечей нет в магазинах. Ну то есть для меня это странно. Народ, не знаю, ну хорошо, но будет конец света, неужели же помогут свечи. Для меня это как-то было странно, но тем не менее люди не семена покупали, люди покупали свечи, спички, крупы и так далее. Как только прошло 21 декабря, все резко пошел спрос на семена. Люди выжили, они поняли, что никакого конца света нет, что жизнь продолжается, значит можно заниматься обычной жизнью. И с этим сталкиваемся мы довольно-таки часто. Допустим, в том году по центральным каналам была тоже крупная передача расследования и говорили страшилки про семена. Но вы знаете, я как профессионал, когда я смотрю подобные передачи, ну мне просто, знаете, бывает смешно слушать подобные вещи, которые говорят по телевидению, порою весьма уважаемые люди. Но как они до этого додумались, для меня странно. Например, вот был такой совет, вот проверяли, какие розы продаются, хотя это немножко не наш вид бизнес, но интересный просто как пример. Какие розы продаются в России. Вот набрали в ванну лепестков, и какая-то мадам в эту ванну пошла купаться, и у нее аллергии и так далее. Господа, ну послушайте, ну разве можно с покупных роз брать лепестки? Ведь эти розы, они для хранения, для транспортировки, они чем-то обрабатываются, и, конечно, может быть аллергия. Вы еще чай заварите из этих роз, я не знаю, что просто с вами напросто будет. Варенье сварите. Варенье сварите из этих роз, ну поэкспериментируйте, пожалуйста, естественно, у вас будет аллергия или что-то еще. А вы возьмите, купите розы, посадите их на своем участке, а вот их лепесточки соберите себе на чай, на ванну, если вы любите это дело, ради бога. Варенье варите. Это уже настоящие розы, которые несут качество. Ну неужели уж грамотный, умный человек догадается вообще брать с покупных роз, которые продаются на срезку в магазине, которые длинно транспортируются, долго хранятся, брать лепестки и заваривать чай. Естественно, конечно, такое быть не может. И другие примеры пошли по семенам. Там какая-то бабушка посадила семена моркови, и вместо моркови у нее выросла лебеда. У другой вместо помидор выросла сурепка. Ну, позвольте, но я профессионал в этой области, но я знаю, что просто такого не может быть, потому что такого просто не может быть. Ну, во-первых, как можно сравнить семена моркови и семена лебеды? Они абсолютно разные, они ничего общего не имеют и не могут быть ни в одном пакете, не то что у нас. И уж я про себя вообще это исключаю, такого не может быть. Ну, во-первых, ни одной крупной компании это естественно не может быть. Какая-то маленькая, до такого брака, опять же, никто не дойдет, никто никогда не будет таким образом делать, таким образом поступать. Ну, допустим, мы выращиваем свои семена по всем зонам России. Мы выращиваем свои семена чуть ли не в любых странах зарубежья. Мы гоним семена как бы, ну, довольно-таки большим объемом. Все семена проходят постоянную проверку. Когда мы получаем семена от поставщика, то к семенам непременно прилагаются все сертификаты, все карантинные сертификаты. И там все показано. Потом любые семена пришли, все семена абсолютно, все проходят проверку. Проходят проверку на качество, на наличие каких-либо сорняков. Но сорняков как таковых нет. Там не то, что не могут взойти одни сорняки, там даже один сорняк не взойдет на всю пачку, потому что их просто там нет. Если сорняки взошли на грядку, то это они взошли не от семян, которые уложены в упаковку, а то, что остались от перезимовки в земле непосредственно огородника. Это эти сорняки, но никак они не могут находиться просто-напросто в пачке. И это исключено, ведь, допустим, у тех компаний, у которых мы закупаем семена. У них, ну, представьте, стоят семоочистительные машины размером с трехэтажный дом. Бывает и с пятиэтажный дом, но там какие-то в сорняки, там не проскочит капелька никакая. Там тройная, четверная, пятерная очистка, и эти машины стоят больше миллиона евро. Ну, там великолепное просто качество, не может быть плохое качество. В нашей компании семена быстро оборачиваются. Они не лежат на складе год-два, чтобы терять свою схожесть. Мы закупили, чаще всего в этот же год мы продаем. Но в худшем случае во второй год мы продаем, если какие-то семена заряжались. Но они просто физически не успеют еще потерять схожесть. Поэтому качество семян, оно нормальное, и оно всегда хорошее почти в любой упаковке. Какие-либо карантинные объекты, какие-то сорняки, они просто исключены. Вот, допустим, смотрите, вот я принес даже с собой, чтобы показать. Огородникам, ну, может, это кто-то видел, кто-то не видел. Ну, вот смотрите, допустим, это специальные чашки Петри. В этих чашках Петри мы проверяем семена на всхожесть. Причем, обратите внимание, мы проверяем все, абсолютно все семена, а не какие-то отдельно. Причем, проверяем, семена пришли, мы непременно сразу отдаем их на проверку. Не дай бог какое-то нарушение качества, мы разбираемся уже со своими поставщиками, либо возвращаем партию обратно, либо ее бракуем. Но в любом случае эти семена не идут на продажу. Вот, пожалуйста, видите, вот эти огурцы в понедельник были поставлены на всхожесть. Посмотрите, какие у них уже ростки. У них огромные ростки, и вот лично визуально, честно говоря, я не вижу тут ни одного семечка, которое не взошло. Все абсолютно семечки взошли 100%, ну, в худшем случае 97%. Вот, пожалуйста, перед вами семена того же самого лука. Лук все-таки он более тугой на всхожесть. И, ну, здесь тоже, опять же, я визуально, я не вижу ни одного невзошедшего семечка. Все семечки абсолютно взошли. То же самое можно посмотреть и на других чашках Петри. Посмотрите, везде идеальные сходы. Ну, вот это у нас вчера только были положены на всхожесть. Они набухли семена, но они пока еще ростков не дали. Это семена очень свежие, ну, они через день, через два будет такая же самая картина, как и на других семенах. Смотрите, здесь сложно найти даже одно какое-то семечко, которое имело бы плохую всхожесть. Ой, можно открывать коробочку? Конечно, конечно, открывайте, открывайте. Здесь уложена внизу фитровальная бумага, на фитровальную бумагу положены семечки и семена, и все семена проверяются. Потом, значит, обратите внимание, здесь проверяется не только, во-первых, схожесть, но и энергия роста. Когда семена проверяются на энергию роста, здесь важность какая? Что все семена примерно в одно и то же время вошли. Конечно, когда человек сажает где-то в грядку эту семена, там какая-то недонародность бывает. Потому что какие-то семена попали глубже, какие-то более поверхностно лежат, и поэтому неравномерность какая-то может быть. Ну, чем хороши чашки Петри, они очень хорошо показывают энергию роста семян. Естественно, в продажу идут прежде всего те семена, которые показывают и высокую всхожесть, и высокую энергию роста. Мы их проверяем не менее двух-трех раз в году. Причем мы проверяем не только их в мешках и в крупной таре, но также самое в любых пакетах. Семена непременно проходят на схожесть. Я не знаю, что вам будут, по какому каналу показывать в другой раз, другие передачи, другие каналы. Но сейчас я как бы нахожусь перед вами, и лично я, как руководитель компании, говорю, как это делается в Седек. Фактически, наверняка, я уверен, что в ведущих компаниях происходит примерно такая же самая картина, хотя они конкуренты. Я мог бы что-нибудь плохое сказать, но я ни в коем случае не хочу сказать плохое, потому что я уверен, в больших компаниях происходит примерно такая же картина. Но если бабушка какая-нибудь сладка торгует и семена из мешка, тут, конечно, гарантии сложные. Поэтому вот что я вам единственное, дорогие городники, хочу сказать, просто покупайте семена у надежных продавцов, у кого вы когда-то раньше брали, у кого вы можете полагаться смело на качество, там наверняка вы потом не пожалеете. Потом смотрите дальше, регбез продолжается. Извините, Алена, я просто хочу тему... Я напомню, что в студии с нами, просто чтобы наши слушатели и зрители вспомнили, генеральный директор агрофирмы Седек Сергей Владимирович Дубинин, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все вопросы, которые касаются именно культур, о которых мы говорим, и вообще вот этого процесса посадки, выращивания, пожалуйста, можете задавать. Прямой эфир продолжается. Но, если вы не успеваете дозвониться или хотите получить более развернутую консультацию, я советую обращаться вам в саму агрофирму Седек, телефон 788 93 90, 788 93 90, код Москвы 495. Не забывайте сайт агрофирмы Седек, тройной W.sedec.ru и личный сайт Сергея Дубинина, тройной W.dubinin.sergey.ru. Мы затронули очень болезненную для Сергея Владимировича тему, поэтому я понимаю, что он готов рассказывать об этом с таким пылом и азартом, поэтому я не смею вас прерывать, пожалуйста, и так. Да, вот смотрите, допустим, возьмем любые семена в пакетике. Вот что должны вы знать, вот когда вы покупаете семена? Во-первых, посмотрите, сама упаковка должна быть яркая, красивая. Бывает так, время от времени мы находим где-то в регионах какие-то подделки, нас пытаются где-то сканировать, где-то что-то позировать. Это уже как бы пакет не наш. Что касается наших пакетов, как вы, вот что вы должны знать. Посмотрите, везде хорошие швы. Пакет хорошо заклеен, со всех сторон, прочно и основательно. Мы для всех открыты, поэтому везде на любом нашем пакете вы найдете информацию о компании, где компания расположена, ее телефоны, его сайты. Все это можно проверить, все это действительно правильно. Это значит, говорит о том, что опять же мы ни от кого не скрываемся, мы ни от кого не бегаем. И любой клиент может либо зайти на сайт на наш, либо позвонить по нашим телефонам и узнать любую информацию о семенах, о пакетах, которые он купил. Потом, видите, вот здесь идет дата на пакетах, цифры выгравлены. Это значит, что бы означает. Вот цифра первая 12-2014. То есть эти семена до 2014 года гарантирована их высокая схожесть до конца 2014 года, высокое качество. Но это мы должны делать по существующим ГОСТам. Но я уверяю вас, что если эти семена вы будете сеять в 2017 году или в 2019, они будут иметь так же высокую схожесть, как они имеют сейчас. Просто по существующим ГОСТам мы должны дать только либо этот год, либо следующий, либо максимум до 2015 года дату указать. Больше мы не имеем права. Хотя на самом деле семена сохраняют схожесть большинству культур и дальше. Потом, смотрите, вот здесь идут следующие цифры. 51-42 на данном пакете. Это обозначает партию семян. Любая партия, которая нам пришла, либо с наших полей, либо с полей наших производителей в России, либо с иностранных каких-то государств, непременно помечается партией. Эта партия всегда проверяется на схожесть, на качество и так далее. Поэтому по этой партии можно всегда определить товар откуда и какое его качество. 01-1 это фасовка конкретно в граммах. Цифра 2, конечно, это говорит фасовщик, какой нафасовал. Если какое-то некачество в пакете, меньшее количество семян или, не дай бог, еще какое-то нарушение, по этой номеру партии мы всегда можем отследить, кто виноват, вникаясь в семенах некачественных этого пакета. Поэтому всякое нарушение качества, оно фактически невозможно, потому что это строго нами отслеживается, строго контролируется. Люди виновные всегда наказываются, если что-то такое случилось. И любой наш покупатель всегда может по данной печати, по данным отрицам устранить любую проблему или еще что-то существует. Сразу вопрос. На сайте Сидек есть возможность людям, может быть, вот такую обратную связь с вами иметь, а именно говорить о том, что да, вот произошла такая-то накладка или такая-то. То есть для быстрого реагирования. То есть вот та информация, о которой вы сказали, очень нужная и полезная. Ну, если человек обнаружил какой-то... Конечно, для этих целей даются телефоны, для этих целей даются все адреса. Пожалуйста, любой человек может узнать, и в чем дело, из-за чего какая-то проблема возникла. Это все не проблема, все тут указывается, обо всем тут говорится. Но поскольку у вас действительно очень огромные объемы, иначе не скажешь, вы сказали, что более трех тысяч различных наименований и сортов, сразу возникает вопрос, как справляться с такими объемами. И вы затронули тему, что есть поставщики семян и в России, и за рубежом. То есть это огромная компания, которая предлагает огородникам действительно на любой вкус семена. И я смотрю, даже здесь я вижу и арбузы, и вполне привычные нам огурцы, и помидоры, и все что угодно. То есть вот как справляться с такими объемами? Насколько это сложно? Ну, конечно, это сложно. Для этого, ну, все-таки нашей компании уже 17 лет чисто официально. До этого я еще долго занимался индивидуально-трудовой деятельностью. Конечно, за это время обрабатывалось много навыков. У нас большая команда людей, которые работают в этом направлении. И у каждого строго свои обязанности. Люди следят за определенными вещами, за которыми они должны следить. И поэтому, ну, качество это всегда как бы основное дело, которое мы должны наблюдать. И я могу, допустим, за себя что еще сказать? То, что, знаете, ведь самое важное, то, что наша страна, матушка Россия и вообще бывший Советский Союз почти полностью, он всем отличается от всех других стран, что у нас большое количество огородников и дачников. Ведь такого нет нигде в мире. У нас каждый имеет свой участок. И ведь, вы понимаете, для кого-то важен урожай большой, для кого-то важен вкус, для кого-то важна экзотика, для кого-то красота. А у каждого свой подход к огороду. И это очень важно. И мы должны удовлетворить вкус каждого огородника, дать ему такие семена, чтобы он у себя посадил и вот полюбил. Вот именно эти, чтобы томаты сажать. Или эти огурцы, а не какие-либо другие. Есть еще один довольно короткий вопрос. Спасибо. Продолжение следует...